Девушки отдыхают Хиппир Амштайн, Продиджи и Мэрилина Мэнсона на скрипках и виолончелях. Украинская группа «Резонанс» отменяет границы жанров и соединяет на сцене хард-рок, электронное звучание и симфоническую музыку. Шесть лет назад они впервые сыграли вместе. Выпускники консерватории оставили работу в филармониях и оперных театрах и распрощались с академическим прошлым. Чтобы создать оркестр, свободный от правил и стандартов. Настолько, что музыканты-классики рискнули взять в свою компанию ударника, не знающего нот. Мне пришлось их выучить, когда мы приступили к записи первых наших песен. Я один из немногих участников нашего оркестра, которые играли в рок-группах до того, как попали в «Резонанс». Но при этом я не был профессиональным музыкантом, я был преподавателем. 14 лет я преподавал не музыку. Логику и этику последние два мои предмета были. Безусловно, это было очень мое и очень интересно, но хотелось авантюрой. Авантюра удалась. Теперь гастрольный график «Резонанса» расписан на год вперед. Этот тур посвящен выходу нового альбома «Ультрафиолет». Группа впервые записала не только кавер-версии знаменитых рок-баллад, но и свой авторский материал. Аранжировки оказались на высоте, в буквальном смысле. Работали над диском в горах под звуки ветра и дождя. Мы собрали оборудование уникальное. Мы находили технологии микрофона 50-х годов. Специальные деревья, построенные из микрофонов, на трехметровых штативах. Мы собрали такую большую студию и привезли ее в арендованный дом, который в горах один находился на вершине горы, чтобы музыканты никуда не смогли разойтись, чтобы никуда не убежали, а занимались именно записью. Причем занимались этим круглосуточно. В этой обработке мне нравится практически все. Я очень рада, что попала, попала первый раз на этот концерт. И, в общем, уже сразу стала поклонницей. Я первый раз, я как бы рок сильно не люблю слушать, но здесь меня прям именно с оркестром зацепило. Просто шикарно, мне очень понравилось. Я люблю и классику, и рок, и просто потрясающе.